приветствую зрители канала chess.com.ru с вами гроссмейстер владимир белов и вновь я буду говорить о беншпиле не мог пройти я мимо интересного примера из турнира в яконзе турнир не самый главный а челленджерс белыми играла полина шувалова черными гроссмейстер французский гроссмейстер маурицы давайте посмотрим на доску здесь у нас на доске водейник белых лишняя пешка такая достаточно здоровая лишняя пешка на королевском фланге у черных активная ладья но и как водится владейниках шанс на ничью хороший я вот смотрел комментарии онлайн комментарии и евгений томашевский дал здесь диагноз что у черных скорее всего они делают ничью и он кстати абсолютно прав но подробно поанализировав это окончание я пришел к выводу что обе стороны допускали многочисленные ошибки я вам их сейчас покажу и так ход белых белый делает очень логичный ход король f3 король подходит к центру на ходу водятся преследует водя е3 все прикрыто вместо хода король f3 кстати интересно было бы 4 однако это тоже недостаточно черные могут прицепиться к пешке а4 она бы 5 вот тут очень важный момент они должны сделать ход же 5 и активизировать своего короля без этого здесь не получается тут важно что водя привязывает короля белых пешки g2 и когда король начинает освобождаться от защиты вот например таким образом то черный король успевает встретить его и не дать пройти ему на поле g4 ну и здесь белом приходится для игры на победу делать ход же 3 g4 и после чего уже возникает ничья но в партии король f3 было давайте ее посмотрим здесь кстати у черных довольно много ходов различных они могут ладьёй тут пойти в разные стороны на d2 на b2 могут например сделать ход король f6 вот король f6 сразу проигрывает белых есть ресурс водя c4 либо пешечник без пешки да но это очень без перспективное занятие его играть а на ход у ладья b2 ладья c6 выигрывается вторая пешка что приводит довольно легкой победе ну и есть выбор куда же здесь пойти ладьёй ну шах можно дать но тогда белый сделает ход у ладья е3 выглядит логично оба хода и ладья d2 и ладья b2 однако один ход ведет к ничьей другой вот ведет к поражению нужно было сыграть ладья b2 сразу же напасть и на ход ладья е3 теперь уже сделать ход ладья d2 надо пояснить ключевую идею за черных ключевую защитную идею они должны перевести ладью куда-нибудь на на поле b4 допустим и поменять пешки ферзьего фланга мы знаем что ладейные окончания 2 на одну на одном фланге это ничья и вот нужно всего лишь поменять ферзевый фланг но это сделать очень непросто вот здесь вот как раз после ладья d2 g4 допустим ладья шла на заветное поле b4 тихонечку пешки менялись черные добивались ничьи однако маурицы сразу пошел воде d2 но в принципе тоже логично ввести туда вадим но тут вот выяснилось что белые уже стоят выиграны и тут по линии надо было поднять очень сильный ход ниже 3 ход b4 вроде недавно об этом ходе говорил что здесь после там молодья 2 b5 получается как ничья на самом деле разница есть тогда король стел на же 3 теперь стоит на f3 и этот темп имеет просто колоссальное значение то есть теперь белый успевает поставить своего короля на g4 выяснять что это проигранное окончание например g5 g3 король f6 король g4 в один начинает нет не так вот так вот лезть на c6 пешка g5 там или b6 съедается и белые здесь побеждают поэтому ход ход b4 здесь вот вел к победе не такой простой тут были ход ходы всякие а б ладья 2 но вот белый здесь выигрывает потихонечку h4 g4 очень важно что черный король не может на 6 ряд встать везде везде пешка на b6 бьется с шахом и пока он не может наш король тут начинает идти вперед и никто ему не мешает это делать однако шувалова здесь делал ход g3 g3 это ход для того чтобы освободить короля чтобы им отправиться на поле g4 однако этого недостаточно это вопросительный знак черные ошибаются в ответ черные сделали ход король f6 вроде куда вот логичнее то хода король f6 однако надо было здесь дать шах и на воде е припать и ладья d4 переводим ладью на b4 и проводим b5 вот мне кажется вот этот момент был ну самым естественным возможно возможно играющие черными шахматист как-то еще не понимал что ему надо вот именно этот план проводить а вы знаете когда нет ориентиров четких то конечно находить такие маневры гораздо сложнее ход король f6 последовал и здесь уже опять позиция белых стала выигранной но для выигравший белом тут надо было сделать довольно тонкий ход надо было здесь вот дать такой шах и король черных на распутье вот на в одну сторону пойдешь там одни минусы в другую другие и вот бедолаге некуда здесь податься если он идет на е5 тогда наш король идет на королевский фланг ну и с отрезанным королем здесь очень легко на самом деле белые побеждают а если он идет на g7 тогда мы идем в другую сторону король е4 и тут король белых очень активен они тоже побеждают то есть вот такой вот типичные типичная идея для владейников отрезание короля и вот вопрос королю скажем так в какую сторону он готов отправиться уши вал вы однако полина сделал ход король g4 и вновь доски ничья но чтоб ее кстати достичь уже надо надо уже постараться потому что так просто ее не сделать нужно было поднять такую идею воде b2 напали на пешку воде е3 и вот теперь либо вернуться назад что кстати более по-человечески я вам скажу либо сделать вот такой крутой ход b5 а.б. ну а.б. вот принципиально и ладья d2 выясняется что несмотря на лишние две пешки белые не могут удержать свой ферзевый фланг везде идет ладья и съедает одно из них такая удивительная позиция например шах король g7 так шах ну король f3 ладья b4 и черные добиваются своего все меняют но и делают ничего так что такая такая идея была у них однако в партии черные сделали очень такой идейный тоже ход мы же знаем что пешки нужно поменять и черные сыграли b5 прорывчик я только что его показывал но вот в этой редакции оказался оказался серьезный изъян полина делает шах на f4 возможный ход король уже 7 и вот здесь вот у белых нашелся по моему эффектнейший и действительно сильнейший ресурс они сделают ход b3 b4 но вот это я думаю как гром среди ясного неба для черных последовал ход и теперь выясняется что белый просто выигрывают во всех вариантах причем выиграют довольно легко давайте посмотрим если бить пешку а на 4 тогда мы съедаем на опять и на ход а3 у нас всегда находится ход воде a4 и водя стоит потрясающе она свою поддерживает и чужую сторожит если ходить в другую пешку бить то то же самое по сути мы ходим об и потом водю ставим на b4 но сейчас так будет в партии сначала черные здесь какую-то ловушечку небольшую поставили сделали ход g5 но идея была такая мишка вяленькая на король g5 идея была уже съесть и тут вот черные спасаются путем шаха ну конечно полина на такое не купилась она сделала ход водя е4 просто ушла водей уже 5 теперь бесполезный ход получился а б а б б 3 и водя b4 держим пешку ведем свою осталось только не попасться в небольшие ловушки которые черные сейчас начали расставлять так делается ход b2 надо быть внимательно до конца потому что можно дёрнуться пешку повести да и после хода водя d4 вся техника все предыдущие старания здесь конечно будут уже лишними поскольку выигрывают уже черные поэтому на ход b2 последовал профилактический ход король f3 чтобы этого не было ну по-прежнему белые хотят вести пешку ферзи воде d3 опять выбор здесь можно ошибиться можно перпойти сюда и после водя же 3 повести пешку b6 однако здесь выигрывают уже черные посмотрите ладья g1 грозит b1 ферзь и на воде b2 воде g2 поэтому внимательность до конца и полина шуваловы правильно все делает она отходит на f2 и черные просто виду неизбежного поражения они здесь сдают партию все 10 вот такой вот поучительный водейник и довольно много было ошибок но я все-таки не буду судить строго поскольку во первых эти ошибки удалось найти с помощью конечно же компьютерного анализа и как мы знаем эншпиль обычно все таки всегда получается в конце партии после там нескольких часов изнурительной работы за доской и естественно соперники всегда к этому времени уже устают но в любом случае знания эншпиль никогда не бывают лишними учите эншпиль и играйте хорошо хорошо хорошо